День с толком Дагина, здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Отставка Дугина и принятие генплана. Чем еще запомнилось августовское заседание Барнаульской городской думы? Вот мое мнение, хоть пиариться на этом вопросе, нужно принимать документ, важный, стратегический, динамичный документ. В депо. Почему барнаульцы отказались от московских трамваев? 7 на 8. Так быстро не могу считать. Я гуманитарий. Проверяем подготовку. Помнят ли звездные родители и их дети школьную программу? Барнаульская городская дума пошла против судебного решения и не лишила мандатов трех депутатов. Вячеслава Перерядова, Алексея Меркулова и Александра Лисицына. Сегодня состоялось очередное заседание представительного органа краевой столицы. О заметных решениях расскажет Анастасия Дороган. Предлагается досрочно прекратить полномочия главы города Барну Сергея Ивановича Дугина в связи с его составкой по собственному желанию. На формальную процедуру Сергей Дугин не пришел. Единогласное голосование и точка в его истории как главы города. Имя следующего мэра узнаем через полгода. Такова процедура. На выборы вряд ли стоит рассчитывать. Есть всегда риск, если человек выбирается прямым выбором, прямым голосованием, но он может быть человеком интересным, харизматичным, но не факт, что он будет профессионалом. Больную для барнаульцев тему генплан города сегодня закрыли. Барнаул разделят на семь районов. Каждое писали еще раз. Казалось бы опять формальность, но это привело к дискуссии. Например, некоторым не нравится обилие земель с особым статусом. В соответствии с действующим генеральным планом, северо-западный планировочный район является основным районом многоэтажной застройки, предусмотренной на свободных территориях. Проектом генерального плана данные территории резервируются только на перспективу, с учетом действующих зон с особыми условиями использования территории. Присвоили большинство материалов гриф секретно и для служебного пользования. Как мы, депутаты, можем утверждать документ, не зная его содержания? Этот недостаток базовый. Он не позволяет, ну так скажем, депутатскому корпусу полноценно погрузиться во все аспекты планируемой жизни города. Хоть пиариться на этом вопросе, нужно принимать документ, важный, стратегический, динамичный документ. 5 против, 31 за. Власти обещают скоро создать рабочую группу и смотреть уже детально. А с вопросом лишения мандатов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына, Алексея Мерколова, несмотря на судебные решения, в городу не спешат. Напомним, в декларациях о доходах депутаты скрыли сведения об имуществе, на что им указала прокуратура. Но, к примеру, Алексей Мерколов заявил, что сам слагать себя полномочия не будет. Своё нарушение он называет недоразумением и считает не стоящим таких мер. Только у муниципальных депутатов единственная мера ответственности – это лишение полномочий. У всех остальных депутатов есть альтернативные меры ответственности. Это как минимум уже несправедливо. К тому же, одно дело, когда это касается каких-то нарушений действительно серьёзных, но за это есть и уголовная ответственность. Это немножко другое. Вот, здесь идёт речь о технических каких-то ошибках. В Алтайском крае отсутствует законодательный акт, регулирующий порядок принятия решений о применении к депутату, члену выборного органа местного самоправления, выборному должностному лицу местного самоправления, мер ответственности. Против. Городские депутаты против и будут тянуть время, пока краевые парламентарии прорабатывают закон об альтернативных формах ответственности для депутатов. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. Барнаул отказался от списанных московских трамваев. Хотя ранее столица края планировала попросить в пользование технику, бывшую в употреблении. Москва в таких случаях идёт навстречу. Вот, например, Новосибирск получил 20 трамваев, хотя при этом сразу же поставил их на капитальный ремонт. Об этом рассказали в Барнаульском горэлектротрансе и подчеркнули, что себе такое позволить всё же не могут. Дело в том, что трамвайный парк города и так в основном состоит из старой техники. 97% изношено. По данным горэлектротранса, отремонтировать нужно 200 вагонов. Несмотря на это, раньше всё же заходило речь о необходимости попросить транспорту Москвы. В итоге было принято решение, что будут заниматься ремонтом своего транспорта, ведь даже на эти работы у предприятия не хватает средств. Ежегодно на ремонт уходит более 100 миллионов рублей. Пока горэлектротранс планирует ремонтировать по 5 вагонов в год, первый обновлённый в этом году трамвай выйдет на маршрут к 1 сентября. Больше 400 тысяч жителей Алтайского края находятся за чертой бедности. Ещё в марте эту цифру озвучили власти региона. И пока пути решения проблемы ищут, люди просят милостыню. Правда, этот путь может стать нечестным, но всё же бизнесом. Давать ли просящему и как понять, кто действительно нуждается? Наша корреспондент Валентина Аскерова решила провести эксперимент. Переоделась в попрошайку и отправилась к храму. Прямо сейчас мы покажем, что из этого вышло. Валентина с нами в студии. Валя, привет. Привет. Я смотрю, к счастью, ты уже вышла из своего образа. Расскажи, удалось ли заработать и если да, то сколько? Да, знаешь, получилось заработать, но совсем немного и не хватит даже на хлеб. Но о том, как проходил эксперимент, вы сейчас увидите. Как вы знаете, обычно я так не выгляжу. Сегодня я играю роль попрошайки, чтобы наконец узнать, сколько они зарабатывают и можно ли на это жить. Вот я дополняю свой образ колоритным пиджаком, чтобы сойти за свою. Естественно, надо сделать более такой жалостливый вид, чтобы мне все поверили. Ну, теперь я готова идти зарабатывать. Первая точка – Александра Невский собор. В моих руках табличка с надписью «Собираю на лечение, помогите». Рядом теперь уже коллега Сергей. Кстати, как увидел меня, посочувствовал и отдал мне весь свой заработок. Признаюсь честно, растерялась. Думала, подойду к церкви и меня прогонят. Все же слышали, что места на паперти давно разобраны. Вот, например, Сергей рассказал, что стоит у церкви от зари до зари. Устроиться на нормальную работу не позволяют больные ноги. Кстати, Сергей раскусил меня сразу. Я сразу понял. Ну, зачем это? Что, я дурак? Многие уверены, что подавать по прошайкам не нужно. Я же так абсолютно не считаю. Вот, Сергею я точно готова помочь. Вот, возвращаю вам вашу баночку и вот небольшой тоже от нас подарок. Спасибо вам. Храни Господь вас. Коллега поехал домой, а я продолжила просить и знакомиться. Это бывший дьякон Александра Невского собора. Пути Господни неисповедимы. Теперь сюда, каждый день, как на работу. Если люди будут подавать именно продуктами, а не деньгами, вот вы не будете против? Честно говоря, я буду против. А вы знаете почему? Потому что надо проехаться куда-то, надо как-то добыть того всего пятого, десятого. Вы знаете, есть такое выражение, как стыд, а есть такое выражение, как выживание. Подавать или не подавать – позиция христианская и дело, конечно, каждого. И даже в церкви нет однозначного ответа. Если просят, ну, два рубля, оно в кармане у каждого есть человека. Я думаю, два рубля можно подать. А вот этот священник уверен, денег в руки не давать, а помогать надо. В любом храме бедняков могут накормить. За труд, к примеру, помойте пол. Но нравится это далеко не всем. Идут себя, мягко скажем, неподобающие. То есть устраивают различные потасовки, что ли, алкогольные опьянения постоянные. Такими людьми приходится, вот, к сожалению, бороться, потому что они не идут на контакт. Хулиганить я не стала. Да и мои артистические способности, видимо, так себе. Заработать в этот день мне не удалось. Вот и завершился наш эксперимент. Возле церкви я простояла один час за это время. Подали милость мне всего два человека. В общей сложности получилось чуть больше 10 рублей. Но на эти деньги даже хлеба не купишь. А вот здесь дела идут, похоже, получше. Кто не видел людей с коробками, портретами больных детей возле банков и крупных торговых центров? Вот они, знакомимся. Благотворительный фонд «Решение название». Называется «Решение». Да, да. А можно документы посмотреть? Пожалуйста. Открывайте, показывайте. А, тут написано «Согласие», а не «Решение». Ну, тут поменялось просто. Недавно было «Решение», сейчас «Согласие». А вы вообще работаете или вы так волонтер благотворительностью занимаетесь? Благотворительностью. Сколько вы зарабатываете за это? Да, как? Зарабатываешь, ну, рублей-двесть. Вы уверены, что деньги доходят от детей? Это человека зависит, где от окружающей среды. У нас директор честный, благородный человек. Скажите, ну, как узнать, что деньги дошли до адресата? Вот я хочу узнать, помогла ли я малышу. Давайте компенсировать будем. Любопытно, что нищие или псевдо-нищие, которые сидят возле храмов, могут оказаться в полицейском участке, например, за хулиганство. А вот такие фонды, говорят, полиция не проверяет, они же не нарушают общественный порядок. В настоящих, известных на всю страну благотворительных организациях миллионный раз повторяют, их представители не ходят по улицам с копилками. Это настоящий обман. Нет у них никаких подтверждающих документов, что они представители этого фонда, что он зарегистрирован, что он действует. Что это за фонд? И обычно у них такие вот названия, там, спаси, сохрани, помоги. То есть вот, ну, и очень жалко, что у нас люди откликаются, помогают, и деньги уходят в карманы мошенников. Так все же, помогать или не помогать, в крае один на один с бедой каждый день оказываются тысячи людей. И им помогают настоящие общественные организации, фонды, храмы, мы с вами. Просящему дают, но при этом внимательно смотрят кому. Слушай, Валя, ну я обычно вот милостыню не подаю, но теперь понимаю, что не буду подавать. Спасибо за этот эксперимент, а мы продолжаем. Увидеть героев знаменитых мультфильмов, пообщаться с Микки Маусом, да и просто оказаться в настоящей сказке, сможет в ближайшее время барнаульская семья. Купив квартиру в одном из жилых комплексов инвестиционно-строительной компании «Союз», они приняли участие в розыгрыше билетов в парижский Диснейленд и стали победителями. Мы вас поздравляем и желаем невероятного путешествия. Спасибо. Взрослые приятно удивлены, дети в восторге и в предвкушении волшебного путешествия. Купив квартиру от компании «Союз», Ольга Отхман стала участником розыгрыша путешествия в парижский Диснейленд для всей семьи. И вот победа! Специальная программа выбрала номер ее купона более чем из 600 других заявок. Это стало приятной неожиданностью. Мы очень счастливы, что мы выиграли это путешествие. Я думаю, дети будут очень счастливы. Поэтому никто из знакомых в Диснейленде не был. Так что мы будем первые. Группа компании «Союз» оплатила победителям перелеты проживания в Париже и, конечно, посещение самого крупного парка развлечений в Европе. Тем, кто на этот раз не победил, предлагают не отчаиваться. И «СК «Союз»» – один из самых популярных застройщиков на рынке жилья Барнаула. Новые жилые комплексы, новые квартиры дарят барнаульцам не только уют и комфортную городскую среду, но и новые шансы на исполнение мечты. До нового учебного года остались считанные дни. Как правильно вести себя на дороге, чтобы не стать участниками ДТП, рассказали барнаульским детям. В одном из дворов состоялась игровая познавательная программа. «Есть точно такой же знак, только на нем человечек идет вверх. Видели такой знак?» «Да!» Мероприятие стало продолжением акции «Осторожны дети», которую уже не в первый раз совместно с жильцами проводит управляющая компания «Взлетная». Ее работа построена по принципу безопасного и комфортного проживания. Вторым организатором праздника стала компания «Импорт лифт сервис». Это профессиональная и сертифицированная лифтовая компания из Барнаула. В финале праздника организаторы раздали детям подарки для школы, которые, впрочем, пригодятся и дошкольникам. А сладкие напитки предоставил партнер праздника – БПЗ. Сколько планет в Солнечной системе и сколько будет 7 на 8? Казалось бы, самые простые вопросы из школьной программы могут поставить взрослых в тупик. Впереди последние выходные лета, и мы решили узнать, а готовы ли звездные родители и их дети к новому учебному году? Первый вопрос – сколько планет в нашей Солнечной системе? Девять. Шесть. А если подумать? Десять. Что будет, если объестся классного мела? Я думаю, жоги не будет точно. Рот будет белым. Тошнить будет. А что будет, если не учиться? Ты не будешь умным и станешь бомжом. И станешься дурачком. Будешь жить во дворе, ничем не заниматься, по мусоркам попираться. Сколько букв в алфавите? Тридцать шесть. Тридцать одна. Шесть? Шесть. Кто такой классный руководитель? Вторая мама. Учитель. Для чего нужен циркуль? Чтобы начертить равный круг. Что? Не знаю. Семь на восемь. Так быстро не могу считать. Я гуманитарий. Двадцать шесть. Если бы вы были учителем, какие бы правила в школе вы ввели? Отвечай первое. Дольше перемена, поменьше урок. Да, и... На улицу, чтобы можно было выходить. Вот, правильно. Там нельзя бегать за территорию класса, в туалет ходить шагом. Зачем дарить учителю цветы? Это традиция для того, чтобы показать, как мы относимся с душой к нашим учителям. Ну, чтобы он радовался.